Это представление Джима Иоанна. Вы считаете, что это организовывает драматическая традиция? Или за этим стоит что-то там где-то еще? Может быть, какая-то общекультурная. Дело в том, что драма очень чувствительна к месту. Место событийное для драмы играет очень большую роль. А между тем, это тот же Джима Диана, он встречается же не только у Голоботи, правда, у Мишахадаты, но Данзин это роман, а потом, значит, что еще там? Ну, городской парк у Ашваргоши, у Калидаса есть городской парк, в Махакане. Драма ни за что, понимаете, высокая поэма допускала городской парк, а высокая драма ни в коем случае. Там может быть только дворцовый парк. Драма в этом смысле, она очень разборчивая. Ну, а так вот, именно этот старый парк, которому посвящен, то есть это какой-то элемент именно структуры драмы, может, структуры элементов прокаранных драмы? Это элемент структуры драмы и даже какая-то специально прокаранная элемент, это структурный элемент? А, я думаю, что это было действительно специально прокаранная, но я так предполагаю. Потому что, понимаете, прокаранная, она, с одной стороны, в ней был очень сильный комический элемент прокаранная, но прокаранная также, она любила, ну, то, что называется, сенсационные события. Вот, понимаете, высокая драма не будет изображать убийство. А здесь изображается убийство. Потом здесь свержение царя, смена, значит, царской власти, это самое убийство, бегство вот этого претендента на престол. Это все события, которые для высокой драмы никак не родились. А прокаранная, они были возможны. Она была очень разнообразной, таким образом, по-своему. Да, интересно. Еще вопрос. А, извините, пожалуйста. Вот насчет того, что встречается герой, сюжет, герой встречается с гетерой, значит, почему-то безглубно нет. А это вот не следует поэтической традиции, где вот есть такой мотив тайных свиданий непременно в Ближнем лесу. Не следует ли это поэтической традиции тайных свиданий в Ближнем лесу? В Проклицкой это вроде бы есть. А, в этом, как его, вот так, в Томильской это тоже вроде бы нет. Ну, кстати, примерно и мой вопрос. Я только обречу, что это все будет. Вот. То есть, может, она просто следует этой традиции, вот, по ложбам. А, нет, да. Дело в том, что это никакой образом не тайное свидание. И гетера, гетера играет очень большую роль в, так сказать, представлении городского парка. Гетера, вы знаете, то, что, вот, смотрите, даже если мы возьмем такие известные сочинения, вы отвечаете, что происходит в городском парке? Вы помните? Седрак отправляется в городскую парку. Папаня позаботился о том, и кто его встречает, когда он входит в городской парк, его встречают гетеры, которые пытаются его соблазнить. В городской парке есть гетеры, не существует. Вообще не существует. И чердак со своей гетерой тоже идет в парк городской, но только старый. Потому что там нужно было, чтобы ее убить. Поэтому это другие мотивы. Камасутра советует гражданину отправляясь в городской парк брать с собой гетер, даже не одну. Понимаете? В джатаках постоянно в городском парке кто-нибудь, какой-нибудь герой, там, какой-нибудь курорий-то даже, прогуливаясь, встречает гетеру, с которой немедленно, значит, сходится. И так далее. И это очень такое постоянное присутствие гетеры. И это не похоже ни на траклицкие встречи. Ну да, да, это такой обязательный мотив. Дворцовый парк, это для царя и, так сказать, царевны, которые подведут служатки. А городской парк, это гетер. И это не тайное свидание. Ему не нужно тайных свиданий с гетерой. Просто тут такая деталь, может, это жанровая, но тематическое указание. Вот если парк старый, как стало быть, вернее, для совершения убийства, нужно было бы как темно. Вот старый парк, может, так. Мне кажется, что очень все великолепно. Мне кажется, два есть положения. Одно было городской парк, да, вот что все прекрасно, и все, так сказать, сюжеты, все сюда вписываются хорошо. А веселый старый, да, джерна-парк. Вот джерна-это не только городской парк, а это осознительный, да. Вот джерна, то, что у меня встречалось, не случайно, старых надписях не играет. Джерна-хармия. Хармия – это вот древнее сооружение, которое там как бы с двумя ярусами даже, но это то, что предшествует всяким, так сказать, священным построениям. И вот это есть, собственно, парк, описан во всех текстах парк и текстуры. Он же везде там описан, как по дорожке, как ходить, там, сколько деревьев, все это хорошо и можно, но это все известно, да. Вот. А вот это парк. А то, что старый парк, вот то, что у меня встретилась джерна-хармия, вот там имеется в виду, что вот это сооружение древнее, которое священное, оно вроде бы по смыслу запустело, и его надо снова освещать, чтобы оно действовало, чтобы оно было на знание прекрасным, чтобы оно было отличалось от древней. И вот джерна-хармия – это как термин, да, хармика, вот то, что, да, умеет. И вот я вот все-таки думаю, что здесь два момента. Вот все, что связано с просто, с кварком, все это абсолютно точно. А вот джерна, может быть, требует еще каких-то уточнений, потому что это старый термин, который раньше еще, чем вообще вся эта политика драмы даже сложился. И вот джерна – это то, что требует дополнительного освещения. Вот ступа может, буддийская ступа может быть разрушена, может отлететь от нее около минимум, может и кусок, может быть, харм там от нее отвалится, да, а она старая, эта ступа, и она священная. Но она развалилась, и ее надо снова освещать, то есть снова создать. Ну, да, да. И вот этот сад, этот парт там, да, вот он как бы, они оценят, что он очень старый, что он достойный всего этого, но ему уже нельзя ходить туда. А его нужно как-то осветить, чтобы он снова заиграл, как сад. Я не говорю, что это для выживания. Это мотива, это нет. Вот интересна сама идея, у Мишакхадаты, вот я говорю, что у него возникает Джернодианок тоже, старый парт. Ну, то, что там имитация самоубийств, это одно. Но самое главное, что он, конечно, этот парт играет символическую роль, что, в общем, лежит на поверхности, потому что он символизирует, ну, я не буду сейчас детали приводить, он символизирует гибель династии Нандо и нового, так сказать, вот эта уходящая династия, а должен, там, крики, которые прославляют нового царя. Вот, как сказать, да, вот Чандравуфту, да, Чандравуфта Нового Царя. То есть это, как бы, создание нового царя, да? Но вот джирного театра, оно, понимаешь, нету этого, что они воссоздают этот же парк. Вот это или... А это есть основание воссоздания ступа, починка его, это равняется заложению новой ступы. Та же, так сказать, заслужба царя, который, как бы, он новый ступ построил. Ну, что ж, он джирного сделал новый? Это еще больше его нашли. Вот какие оттенки можно сделать. То есть, Виктория, в случае, если старый, практически нет, да, то есть не ступа, не парк, да, который... Полуступа, что с ней делают? Вот интересно, что парк, который не старый, они не старый не вызывают. Вот Пур-Учерна, да? Да. А он, можно сказать, что он не старый, да, раз он там все гуляет, все замечательно и так далее. Но не старый не будет его называть. У них джирно, это только... Это совершенно особо... И у джирно, например, если он пишет джирно-станно, значит, это старый парк и все. И мы же с ним определенный комплекс, я знаю, а не просто с ним. И... Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ